Детский хоккейный турнир «Добрый лед» от Мурманска до Сахалина стартовал в апреле. В борьбу за кубок вступила 41 команда, а в финал вышли лишь 4. Уссурийское Приморье, Хабаровский Амур, Беркут из Ухты и Форвард из Ленинградской области. 3 декабря прошел напряженный игровой день, а вечером суббота на лед вышли игроки детской слэдж-хоккейной лиги. Открытой тренировкой руководили главный тренер сборной России по слэдж-хоккею Сергей Самойлов и игрок национальной команды паралимпиец Вадим Селюкин. Слэдж-хоккей намного сложнее, чем хоккей-шайбой. Здесь нужно балансировать на санях, здесь нужно обеими руками толкаться при помощи шипов и клюшки о лед. И нужно смотреть еще вокруг себя, где находится соперник, где находятся твои партнеры, для того, чтобы принимать быстрые, адекватные той или иной ситуации решения. Вице-чемпион Сочинской Олимпиады наш земляк Вадим Селюкин отметил успехи своих юных партнеров по тренировке. У молодых это все быстрее получается. Я знаю примеры, когда я молодой, он довольно быстро, года два, и он уже, не узнаешь его, что он начинает исполнять, потому что там моторчики. Это не то, что мы там, у нас за тридцатку нам было, и мы начинали этот вид спорта. А это, говоря, год-два, я думаю, уже многих будет видно, что они себя представляют, уже высокий уровень будет. На санях тренировались не только юные слэдж-хоккеисты, но и обычные ребята из команд-участниц турнира. Это позволило им на себе почувствовать, как тяжело играть в хоккей, не имея ног. Вместе с ними на лед вышли и звезды популярного телесериала «Молодежка» Илья Коробко и Иван Живакин. Я нахожусь в своей тарелке, я обожаю детей, таких детей еще больше обожаю с ограниченными способностями, потому что в их глазах жизнь и радость жизни видно гораздо лучше, ярче. Замечательный лед, прекрасный, мягкий, бывает жесткий лед, вот в дворце «Мегаспорт» красивый дворец, вроде такого масштаба, а лед жесткий, а у вас мягкий, приятно. Второй игровой день принес не меньше сюрпризов. В фойе дворца прошла выставка хоккейных раритетов из коллекции прославленного отечественного арбитра Михаила Голиновского. Ее представляли гостям вдова судьи и вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик. Я с детьми пришла поддержать выставочный матч между сборной командой «Добрый лед» и слэш-хоккейной командой «Феникс». Проект «Добрый лед» является детищем благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Целью является предоставление возможностей для развития детского хоккея в нашей стране. «Добрый лед» не имел своей географии в Московской области, но я уверена, что хорошая инициатива будет поддержана нашим регионам. Во время проведения торжественной части соревнований слэш-хоккеистам сборной России были переданы для тестирования отечественные сани производства Тульского машиностроительного завода. Принимать турнир такого уровня – большая честь для района. Во многом это признание заслуг местной власти в деле развития зимнего спорта и усилий по реконструкции ледовой арены, а также результат успешного сотрудничества с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. С фондом активно взаимодействуем, уверен, что и в дальнейшем у нас этих турниров и детских, и взрослых будет все больше и больше, потому что Одинцовый ледовый дворец в частности готов к проведению таких масштабных соревнований. У нас есть инфраструктура, у нас прекрасный дворец, две гостиницы на центральной площади, которые могут разместить всех участников соревнований. Мы готовы и рады встречать такие социально важные проекты. В рамках турнира прошло еще одно спортивное событие. С юными участниками соревнований сродились игроки слэдж-хоккейной команды «Феникс». Скорости маневра были на стороне молодежи, но у их соперников оказались свои плюсы. Возможность прикрывать шайбу санями и использовать преимущество двух клюшек. Матч закончился боевой ничьей. Определенную часть, потеряв тело, люди стремятся быть одинаковыми с нами в движении, к завоеванию какой-то цели. Это люди цельнее становятся по своей жизни. И вот важно в том, что вот на таких детских соревнованиях дети видят, что эти люди есть. Их нужно уважать, и они преподают нам урок стремления к жизни. Благодаря Одинцовской арене всероссийский детский турнир «Добрый лед», впервые придя на подмосковную землю, сразу почувствовал себя здесь уютно и комфортно. Победителями же соревнований на этот раз стали ребята из Ухтинского беркута. Продолжение следует...